Чтобы уйти от ответственности, многие идут на обман. Но все тайное рано или поздно становится явным. 19-летний житель Кадошкинского района в октябре написал заявление в полицию о краже скутера, который с его слов оставил накануне вечером в гараже. Вроде бы все сделал правильно, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что заявление о краже заведомо ложное. Выяснилось, что учащийся техникум в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ДПС. Скутер был поставлен на штрафстоянку, а на молодого человека составлен административный протокол. По возвращении домой он не стал сообщать родителям о данном инциденте. На следующий день, когда отсутствие мототехники заметили родителям, молодой человек, чтобы не расстраивать маму, сказал ей о возможной краже скутера. Родители настояли, чтобы сын написал заявление. Еще один подобный факт был выявлен в Отяшевском районе. 19-летнего студента 28 октября в райцентре хотели остановить сотрудники ГИБДД. Но требования инспекторов водитель игнорировал. Молодой человек в связи с отсутствием у него необходимых документов при управлении транспортным средством не подчинился законным требованиям полицейских и скрылся от преследования. Побежал, побежал. Оторвавшись от преследования, молодой человек бросил свою машину недалеко от райцентра. Затем вернулся пешком в Отяшево и заявил в полицию об угоне автомобиля. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заведомо ложный донос. Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до двух лет. Анастасия Семушева, Игорь Гангаев, программа «Происшествие».